Всем привет! Продолжаем развлекаться с японским производителем. Видим, что это у нас натуральный камень. Есть такой продавец 330 на ebay. Так вот, у него есть такой интересный лот в продаже, то есть рандомные камни. То есть ты просто-напросто выбираешь вес камня и покупаешь по весу, а он тебе пришлет все что угодно, все что под руку попалось. Вот мой товарищ Денис приобрел себе такой рандомный камень. Это у нас слурик, ну или нагура. Данная нагура шла с шептоном, шептоном восьмитысячником, но мы будем пробовать ее именно на этом камне. В общем, камень у нас выглядит вот таким образом. Что за камень без малейшего понятия? Камень рандомный абсолютно. Если есть у кого желание, может перевести, подскажите, что здесь написано. Вот собственно сам продавец, да? 330 made. Ну и далее у нас микроскоп. Для понимания масштаба расстояние между черными полосами полмиллиметра. Поверхность восьмитысячника на Нива тысячекратное увеличение. А это у нас 40-кратное увеличение восьмитысячник на Нива. Натуральный точильный камень от 330 продавца, тысячекратное увеличение. что-то новое, чтобы это назватьsti, И весь мир не думаю в этом. Push! Г": Тот же камень 40-кратное увеличение. В принципе, по-моему, конец. Сводная картинка точильных камней на Нива АФ-301 в правом верхнем углу и природного точильного камня от 330-го продавца с сайта ebay. Это левый нижний угол. Тысячекратное увеличение. Природник, конечно, грубоват. Кое-где встречаются поры. Ну, как-то так. А сейчас мы с вами увидим 40-кратное увеличение тех же самых камней. В 40-кратном же увеличении все не так страшно выглядит на природнике. Посмотрим, что нам скажет бритва на это. Итак, это у нас перед глазами работа восьмитысячника на Нива. А точнее даже суспензии камня на поверхности самого камня. Суспензия выбивалась в данном случае обломком точильного камня Сунгари. Результат вы видели вот такой. Жрет он ее мгновенно, бритву. Видите небольшой остаток старых экспериментов наверху. Наверху фаски, в верхней части. Ну вот, вот такой результат. Ну а теперь посмотрите. Восьмитысячник на Нива чистый. Как он работает. Сейчас, секундочку. Обратите внимание, опять же, на режущую кромку, на которой слегка блестит заусенец. И от этого мне не удалось уйти. Потому как в ходе работы на чистом камне было явное залипание прям фаски на камень. И опять же, смотрите, верхняя часть подвода у нас, фаски вернее, это результат предыдущих измывательств над бритвой. И вот кое-где у нас есть вот такая вещь интересная. Ну вот, как в свете выглядит это. Видите, как блестит все. Кое-где все-таки есть заусенец. Ну и так. После восьмитысячника проверим бритву на рез волоса. Не знаю сейчас, насколько мне удастся это сделать, ну, проверим. Прямо около-около самих пальцев. То есть на каком-то большем расстоянии нет. Вот видите, прям около пальцев обрезает волосы. Ну вот. Но знаете, что интересно? Я не чувствую, как бритва отрезает этот волос. Звук, может быть, и есть, металлический. Но он еле-еле слышен. Ладно, посмотрим, что другие камни нам покажут. Это у нас результат работы суспензии точильного камня от 330-го продавца Сильбэя. Да, грубо. Суспензия выбивалась исключительно алмазной пластиной, чем-либо другим. Ну, не так. Даже скол он воткнул какой-то. Но камень работает быстро суспензия его. Ну, ей-ой. А, это грешно, наверное. Посмотрим сейчас, как отработает суспензия от Слурика. Смотрите, как интересно отработала сульпензия Тома-Нагуры, да, на поверхности данного камня от 330-го продавца. Не знаю, как это расценивать, но сразу видно, что работал свободный абразив. Риски характерные нет. Есть такие вот замятия, да. при этом режущая кромка выровнялась. Скольчики ушли. Вот еще осталась одна царапина, но я думаю, что если проработать, то она тоже уйдет. Посмотрим, как чистый камень будет работать. Сейчас еще раз пробую проработать на суспензии данные Тома-Нагуры, а потом на чистый. А это у нас работа чистого камня. Обратите внимание на то, как он отрабатывает. Здесь даже не важен подвод, сколько важна режущая кромка. Она ровная. камень работает довольно-таки медленно и, скорее всего, не является финишным. Но как предфинишный его можно назвать. Единственная, конечно, проблема, что работать надо вот с суспензией той Тома-Нагуры, с которой мне Денис ее отдал. Обратите внимание, что следы работы свободного абразива начинают заминаться, затираться. Но работает медленно. Посмотрим на 6-ти тест. Ну что, пробуем. Чувствуется, как волос цепляет режущую кромку. отскакивает со звоном. Теперь смотрите, приколюшка какая. Я надеюсь, это было видно, на каком расстоянии он отсек волос. Вот вам и натуральные абразивы. казалось бы, да? Подождите, я сейчас еще попробую. Блин, нужны прямые волосы для этой цели, конечно, но... Не-а. сверху разваливает его. У них получается. Ну и вот теперь скажите мне, как можно назвать этот абразив? Предфинишный или финишный? Какой он? вот вам и натуральный камень. Неизвестный натуральный камень. На бритве зеркала нет. Так, сводное изображение работы суспензий точильных камней на Нива АФ-301 и суспензий натурального точильного камня от продавца 330-го. Прошу прощения за отпечатку. Не знаю, насколько это здесь информативно, но хоть примерно можно будет взглянуть. в том числе сводная работа на Нива АФ-301 и чистого точильного камня 330-го продавца СВБ. Натурального точильного камня. Теперь, может быть, вы поймете, в чем разница между работой природного точильного камня в левом нижнем углу и синтетического камня этот верхний правый угол. Разница видна и она существенна. Ну что, выводы по рандомному камню 330-го продавца. Камень очень твердый. Собственную суспензию удалось выбить только алмазной пластиной. Пластины суспензией выбить с помощью суммарин не удалось. Суспензия на поверхности камня работает быстро и грубо. На РК есть сколы, результат вы видели. Не знаю, возможно, просто алмазная пластина как-то выкрашила более крупные куски из самого камня, поэтому они наворотили таких дел. Вот как-то так получилось. Насколько я знаю, вот этого Томанагура она шла с другим камнем, по-моему, с Шептоном. Продавец продает. Но данная Томанагурка отлично подходит к работе именно с этим камнем. Как бы это ни странно звучало. Мне понравилось, как она работает. Суспензия гура выдает характерный результат для свободного абразива природного камня. Очень быстро отрабатывает, быстро и качественно. РК выравнивается и на фаске у нас бритвы получается матовое зеркало. Это вы видели сами. Так что вот этот комплект будет камни дополнять друг друга. Следующее. Чистый камень. Работает очень медленно. хорошо это или плохо не знаю. Но грубо говоря если я на доводке на других тачильных твердых тачильных камнях трачу 15 минут то здесь допустим я трачу 25 Чистый камень еще раз повторюсь работает медленно. Медленно выглаживает фаску и выравнивает РК. что него отнять у этого камня то есть он после него вы сами видели бритва лучше всего проходит чем после вот этих камней всех лучше всего проходит бритва А6 тест с чем это связано я не знаю танцы с бубнами там танцевались я понятия не имею да камень медленный да подойдет он только для работы по бритвам возможно подойдет для доводки ножей возможно подойдет для доводки столярного инструмента ну на бритве камень показал самый лучший из результатов из всех какую ему зернистость давать вы видели частоту проработанной поверхности далеко она нечистая там реально муть просто муть на поверхности фаски однако HHD тест бритва проходит значительно лучше чем Шептон пятнадцатитысячник хорошая яма китаяма и восьмитысячник на него вот такая вот история все в принципе всем спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...